Так, двигаемся дальше. Следующая программа, которую я использую, называется CCleaner. Вот таким образом пишется. Вот он, официальный сайт. Это такой чистильщик системы. Чистит кэш, ненужные файлы, ошибки реестров и так далее. Так, здесь скачиваем последнюю версию. Так, стандартная версия CCleaner, всего 4 и 7 мегабайта. Также через него удобно удалять ненужные программы. Так, выбираю язык. Так, далее. Так, контекстное меню я добавлять не буду. Так, автоматическое обновление оставлю и установить. Так, запустить. Вот так программа выглядит. Здесь можно нажать кнопку «Анализ». Она проанализирует, что лишнего у нас есть в системе. Но система у меня достаточно чистая. Программа сразу предлагает закрыть браузер, потому что он ей мешает, видимо. Так, сейчас я его закрою вручную. Так, вот. То есть программа проанализировала систему и сказала, что полтора, полтора, получается, гигабайта файлов можно очистить. То есть это кэш, кэш эскизов, очистка корзины Windows и другие всякие файлы. Но сейчас у меня система новая, поэтому он мало что нашел. Но обычно, если там месяц, допустим, не запускать, а потом через месяц попробовать запустить, то много чего он позволяет почистить. Так, вот он очистил полтора гигабайта. То же самое с реестром. Можно нажать «Поиск проблем». Он найдет все, что считает необходимым исправить. Нажимаем «Исправить». При этом перед исправлением можно сделать резервную точку восстановления, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы мы могли восстановить. И после этого нажимаем «Исправить отмеченные». Все, он все ошибки исправил. Так, на вкладке «Сервис» вот у нас здесь есть пункт удаления программ, откуда можно удалять те программы, которые вам больше не нужны, допустим. Также здесь удобно работать с автозагрузкой. То есть здесь можно смотреть, какие программы прописаны в автозагрузку и легко их отключать. Потому что если за этим не следить, то в автозагрузку обычно лезет все подряд, и многое из этого не нужно, а время на загрузку ресурсы тратит. Так, ну, допустим, тот же Adobe Updater. Я его выключаю. Adobe Service Manager. Выключаю. Так, что еще здесь у нас? Logitech Download Assistant тоже не нужен мне. Так, принтер. У меня сразу свое приложение тоже в автозагрузку прописал. Adobe Bridge. Тоже отключаю. Так, ну и смотрите, в общем, чтобы осталось только то, что реально нужно вам при загрузке. Так, вот этот тоже выключаю. В принципе, оставляю только вот самое основное. Так, вот, в принципе, такая программа, которая и для очистки, и для удаления программы, и для автозагрузки можно ее использовать. Тем более, что она такая легкая и бесплатная. Так, на этом здесь все. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok